Всем привет, дамы и господа! Роман Рига здесь с вами на связи. Ну что, добиваем Firewatch? Должны мы прийти к логическому завершению этой замечательной игры. Вышка Торо Ферр, это две тропы, вызывает тебя уже в, ох, пятидесятый раз за сегодня. Пожар Кренделя продолжает двигаться в южном направлении. Делайла, какого хрена, возьми рацию. Привет, солнышко, я ненадолго отходила, чем могу помочь? Ты сейчас шутишь? Ты разве не бодрствовал всю ночь, зная, что кто-то... Вообще-то я спала отлично. Эмм, ладно. Кстати, я тут подумал, а висит ли еще на твоей вышке плакат Флора Леса Шошони? Что? Это просто правило, чтобы они висели. Ну там информация о твоей вышке, о видах деревьев в зоне и так далее. Ммм, хорошо. Просто, ну, взгляни на него, убедись, что с ним все тип-топ. Либо там Делайла сейчас будет в окошке, либо... Что-то здесь никого не вижу. Изучить постер с Флорой. Окей, да, он здесь. Почему ты так себя ведешь? Отлично, просто замечательно. Ты видишь дерево в верхнем ряду, второе слева? Конечно, это... Ммм... Нет. Не нужно мне говорить. Просто... Ммм... Усвой его. Отлично, дерево. И в твоей зоне есть место, названное этим деревом. Куда тебе, возможно, стоит сегодня сходить? Возможно. Оу, ага, окей. Может, мне правда стоит прогуляться? Нет ничего лучше в полуденной прогулке по горам. Свяжись со мной, когда берешься. Эм, какое дерево я должен усвоить? Верхний ряд, второй слева. Тополь, сходи к месту, названному этим деревом, и у тебя будет прекрасный день. Свадебное колечко. Забираем. Одеваем кепочку свою. В ящиках что у нас? Все по-прежнему. Кружечку я не могу взять, листочки мы тоже не видим. Так. Вискарик. Забираем. И вот пропали наши фейерверки. Здесь я больше ничего такого не могу взять. Ну, вроде нет. Ладно. Давайте добивать. Надеюсь, что скоро нам все станет ясно. Значит, к тополю нам. Если я не ошибаюсь, тополя были, по-моему, в зоне вот где горел пожар. Тополя. Ну, вот нам в сторону пожара, по-моему, надо идти. И там была тополиная роща. И ручеечек, через который мы прыгали. Побежали. Пожар кренделя. На улице, кстати, видно дымка появилась такая. От пожаров. Но долго горит, несмотря на то, что вроде там уже все выгорело. Все равно дым еще идет. Где-то здесь был проход. Если не изменяет мне память. Где-то здесь были тополя. По-моему, возле большого дерева. Записываю летсплей по доброму обыкновению, опять же, ночью, когда все мои уже спят. И пока у нас выходные, запишу пару серий на будущее, чтобы потом спокойненько среди недели после работы заниматься редактированием всего этого дела. Вот они, по-моему, но это дубы, это не тополя. Где-то тополь должен быть. Или это тополя? Да, тополиный ручей. А я здесь, у тополиного ручья. Ты видишь там ящик с припасами? Он должен быть где-то рядом. Да, найди его и открой. Я сменила код. 5, 6, 7, 8. Ты шутишь? Я торопилась. Да, Делайла. Фантазия у тебя, конечно. 5, 6, 7, 8. Опачки. Новая рация. Окей. Так будет проще. Забрал. Хорошо. Я потратила весь день, чтобы достать тебе эту рацию. Я добралась до ящика, собрала рейнджеру, собрала еще одному рейнджеру и надеюсь, что ты сейчас держишь новую чистую рацию. Надеюсь. Охренеть, Генри. Нам нужно попасть в тот центр. Чем бы те люди не занимались, это незаконно. Ты в порядке? Я не знаю, Генри. Какие-то люди прослушивали нас все лето. Каким образом это возможно? Я не знаю. Мне страшно. А с другими надзорами тоже такое происходит? Может они за кем-то еще следят? Ох, это происходит только с нами. Все остальные в порядке. Ты уверена? Да. Я пыталась обсудить это с дозорными из Чимни Рок, лосиной тропы и медвежьего клыка, и все они меня не понимали, спрашивали, в порядке ли я. Сраный координатор округа спросил, нет ли у меня женских проблем. Так что нет, такого с другими не происходит, и я не буду больше их спрашивать. Ничего из этого не имеет смысла. Я направляюсь к той калитке, и теперь у меня есть топор, скоро мы что-то узнаем. Тебе нужно попасть в тот центр, позвони, если что-нибудь найдешь. Ну, ясен хрен. Все, побежали. Где-то здесь выход был. Блин, а где он? Эх, гребаные деревья. Где-то был здесь проход, это я точно помню. Второй. Второй проход от колеса индейского. Да, вот он. Этот путь будет короче калиточки. Эй, я только что вспомнил о чем-то нехорошем. В чем дело? Я отправила отчет, в котором говорится, что мы не видели и не говорили с девушками теми, что пропали пару недель назад. И, извини, я не понимаю тебя. Генри, наши рации прослушивались на протяжении всей нашей беседы об этом, может даже в первый день, когда ты на них наткнулся. О, нет. О, да. И сейчас у кого-то, вероятно, есть полная запись наших разговоров. И я отправил отчет, в котором грубая ложь. И эти девушки все еще не объявились? Угу. Твою мать, Делайла. Именно. Мы должны докопаться до правды. Ну и что такого? Я все равно был готов сказать правду полицейским и всем, кто, в принципе, интересовался их судьбой. Потому что какой смысл врать? Я в этом никаким боком не замешан, не причастен к их пропаже. Так что не вижу смысла для паники. Ну, отправила, да отправила. Если эти девушки пропали в той самой зоне, то, в принципе, это не моя вина. Это правительство. Или кто там следит. Маленечко нам осталось добежать. Кстати, сейчас мы заодно сбегаем еще в одно место. Которое, мне кажется, я пропустил в прошлый раз. Вот здесь где-то. А, нет, дальше чуть-чуть. Я туда еще не бегал. Вот здесь. Хочу посмотреть, что я здесь мог пропустить. Кто это там так пищит? Утки. Опа, а вот и ящик. А вот и ящик. Как я удачно зашел. Сейчас посмотрим, что у нас здесь. Может, какая-нибудь ачивочка откроется. Карта. Еще одна. Нет фейерверком. Карта обновлена. И опять очередная записка. Старый свитер. University of Eastern Colorado. Университет Южного Колорадо. Университет Южного Колорадо, да? Четвертое имение. Нахрен иди. Записульки. Как я люблю читать записки. Рон, у меня плохие новости из дома. Надеюсь, они меня отпустят отсюда ненадолго. Хотя неизвестно с учетом того, какие сейчас бюджеты. Ты получил мою записку о том, что случилось в Вапите? Шериф не очень мной доволен. Но не знаю. Наверное, я перестарался. Жаль, что тебя там не было. Наверное, тебя задержали дела. Dave. PS Amigas по-испански и профессионализ по-итальянски. Что за шериф? В чем перестарался? Неужели эти придурки замешаны в похищении тех девчонок? Посмотрим. Отгадка, я надеюсь, уже совсем близко. Больше ничего здесь нету. Кстати, есть ачивочка. В этой игре есть ачивочка, которая дается за то, что меня кусает енот. Если не ошибаюсь, тот самый, которого мы видели в серии, где мы разгоняли девчонок на озере. Прервали мы их веселье. Вот там был енот, если вы помните. И вот каким-то образом он может меня укусить. Еще я смотрел, что Генри может приручить здесь черепаху. Но где ее искать, я не знаю. Приблизились мы к своей цели. Давайте пробовать взламывать. Я сношу калитку. Здесь никого нет. Это самый быстрый путь внутрь. Принято. Ну давай, Генри. Бум. Все. Как семечки просто. Я выломал калитку. Мне попытаться ее починить или спрятать? Нет, к черту. Хорошо. Исследовать лук в аппите. Какой вандал прям. Открыть крышку. Опа. Бздыньк. Че, она ужалила меня? Меня ужалила пчела. Окей. Это все? Ага. Больно было? Да. Достаточно. Мне жаль. И все, блин. Генри, ты какой-то нытик. Берем планшетик и читаем. Персонал у станции в аппите. Если вы ищите доктора Симонса, он находится в исследовательском центре с 15 августа по 15 октября. За оборудование, принадлежащее университету, отвечает доктор Джонсон. За оборудование, принадлежащее правительству, отвечает Кэт Фердинанд. Помните, это охраняемая зона, и о любых проблемах, поломках или нарушениях необходимо докладывать незамедлительно. Правительство. Как я и думал. Только я еще почему-то предполагал, что... Это все, кажется, Генри. Мне кажется, что это часть какого-то эксперимента над Генри. Прыгнуть. Прыг. Кстати, я пошаманил настройки игры и настроил все-таки, что теперь отображается корректно, какая клавиша и за что отвечает на геймпаде. До этого была раскладка клавиатуры. Оказывается, надо было переключиться на раскладка геймпад. Пробираемся потихонечку. Пробираемся. Сейчас как кто-нибудь выскочит с ружьем, как шмальнет меня, и все, и привет, Генри. Что-то мне боязно прям. Опа. А что это все такое блестящее? Ой-ой-ой. Что за хрень? Почему здесь блестит почва? А? Почему-то камни блестят. Опачки. Так, я на территории центра, тут никого нет. К счастью для нас. Да, к счастью для нас. Ди, здесь серьезное радиооборудование. Беспроводные штуки. Что ты имеешь в виду? Я говорю об огромной 6-метровой радиовышке. Вероятно, они могут прослушать все, что захотят. Они расположились на этой низине, из-за чего ни одна вышка не может их заметить. Спасибо. По-любому ваши новые рации не помогут против вот такой вот вышки. Я никак и не могу сломать. Да, наверное, никак. Потому что потом сломают меня. Опачки, опачки, опачки. Нагнетают, ребята. Пробираемся потихонечку. Интересно, я никак здесь присесть не могу. С краешку потихонечку. Ну, хреновый вы конспирологи, ребят. Если вы спрятались прямо возле забора на открытой местности. Да вас, блин, со всех сторон здесь можно как бы спалить. Палаточка чья-то. Дю-дю-дю-дю-дю. Носочки там висят. Спит, что ли, кто-то? Там в спальнике, походу, кто-то спит. Радиовышка. Здесь куча всякой техники и подобного дерьма. Например, тарелки и штуки на металлических ножках. Тут повсюду раскиданы провода. Не знаю, я не очень в теме технологий. В смысле, как они вообще умудрились все это здесь разместить? Инженерные войска США размещали здесь свои вышки, так что... Думаешь, это правительство? Без понятия. Я говорю, что это возможно. То есть я периодически натыкаюсь на дозорных, которые глубоко в этом, ну, тайном дерьме с черными вертолетами. Может, они с его помощью это сюда и доставили? Ну, логично. Еще они что-то делают с землей, она здесь вся расчерчена. Кто знает, что еще у них на уме? Очень интересно, что здесь за херня. Ищащее оборудование. Треножник для наблюдения. Ничего не могу сделать с этим. Я в их главной палатке. Что там? Это определенно своего рода станция мониторинга. Блин, ну здесь кто-то спит по-любому. Мне интересно, где они? Все их вещи здесь. И они знают, что ты здесь. Посмотри, что можно узнать и убирайся оттуда. Арахисовое масло. Джим. Не, жрать явно я сейчас не буду. Койка. Здесь спят трое, у них здесь ряд коек. Так они работают и спят в той же палатке? Ага, все в одной. Ха, как у нас. Угу, как у нас. А, это просто спальник. Так, смотрим, что у нас здесь. Плита, термос, доска объявлений. Какие-то даты. Маршруты. Equipment and operator requirements. Portable water. Но здесь что-то типа, что нужно, какие припасы и так далее. Фонарь. Жесткий кейс. Крепкий кожаный ремень. Так, если откручить позже. Почему здесь такой беспорядок? То ли они узнали, что мы направляемся к ним и дернули отсюда, то ли что. Припасы. Я нашел главный стол для мониторинга. Боже мой, что ты видишь? Честно, сейчас я готова поверить во все что угодно. Выглядеть так, как будто все это только что достали из космического корабля. Должна признать, если бы я узнала, что это НАСА, то была бы намного счастливее. Что? Они измеряют еще и атмосферное давление? Для чего? Может это просто отвлекающий маневр? Планшет. Окей, черт, я нашел еще один планшет, который подтверждает, что они следят за нашими перемещениями. В их журнале отражены перемещения четырех объектов. Ты и я? Да, точно про меня, думаю и про тебя тоже. Что насчет двух остальных? А может Гудвины? Что если за ними следили прошлым летом? Господи, Генри, я не знаю, если так, то Брайан не мог этого знать, он бы что-то сказал. Да, я не могу представить, что такой паренек мог бы сдержать это в секрете. Мы обсудим это и сообразим, как убраться отсюда. Забираем планшет, смотрим. Объект, частота, сигнал, опол, специальное положение. Объект, частота, сигнал. А, ну вот они, все рации. Часто покидает зону, две тропы. Это про меня, скорее всего. Избегает общения, проверить предыдущие данные. Односторонняя тяга к копуляции, конфликты с другими лицами мужского пола. Непропорциональное поглощение пищи. Ну все, они, значит, всех прослушивали и просматривали. Забираем. У них есть карта, на которой отмечены все возможные пути, места и проходы. Здесь линии, которые похожи на мой обычный маршрут. Ты абсолютно уверен, что это ты? Некоторые записи похожи на скупые попытки описать меня. Да. Стол здесь в полном беспорядке. Как будто кто-то был в спешке или случайно прокинул вещи. Здесь коробка с ручками, у нее иголка, вроде той, что измеряет землетрясения. То есть, как у детектора лжи. Я не буду ждать, пока меня к нему подключат. Среду и воскресенье проверять, да? Беспорядок. О! Здесь какой-то монитор, я не знаю, что он делает. Может, качество воздуха или что-то такое. Может, они собирают информацию обо всем, что может повлиять на наше настроение. Звучит вероятно. Это безумие. Все. Сейчас по башке мне как-то кто-нибудь бахнет. Ну что, смотрим. Что это за херня? Кажется, я нашел штуку, с помощью которой они следили за нами. Охренеть! Ты знаешь, что ты ругаешься? Много. Не сейчас, Хэнк. В общем, это волновой приемник. Похоже, он ловит все, что испускает сигнал. У него есть база возможностей ориентирования. Черт. Черт возьми, Кенри. Да, черт возьми. Ты же возьмешь его, верно? Да, конечно. Смотрите-ка, разобрался, как работать. Так, эта штука совсем поехала. Пищит как бешеная. Я ее слышу. На что она реагирует? Не знаю, но скоро выясню. Опа. Что это за хрень? Генри Делайла. Объект. Журнал исследования. Да вы издеваетесь? Что? Что такое? Здесь целая папка отчетов. Что они говорят? Это оценки. Они оценивают нас двоих. Здесь есть даже про Джулию. Например. Вещи, которые я тебе не говорил, это... Что ты там говорил про меня? Ты сказал, что есть про меня. И похоже, что они ходили за мной. Что я делаю, пока я следую местность? Господи! Генри, ты меня слышишь? Тут сказано, что ты и твой парень еще вместе. Что? Это не так, они играют с нами. Ага, окей. Это так. Откуда им знать, кто он такой? Какого черта это вообще? Меня достало это, что эти люди так с нами поступают. Мы должны просто сжечь это место. Может, именно этого они и хотят? Что ты имеешь в виду? Может, они пытаются довести нас до такого состояния, что мы сделаем что-то безумное. Трава здесь невероятно сухая. Вспыхнет за секунду. Что ж, теперь мне кажется, что ты прав. Я просто считаю, что не нужно делать чего-то, что потом не исправишь. Ну, может, не лучшая идея. Это определенно не лучшая идея. Я офигеть как взвинчено! Все в порядке, я просто вернусь назад. У нас есть приемник и мы можем подумать, что делать дальше. Вернуться к вышке две тропы. Блиииииииин. Объект Генри М. Возраст 39. Обзор статуса в программе. Неделя 4-6. Неделя 10 ежегодно. Вдумчивый следователь. Придерживается запланированного. Склонен к гневу. Пассивен. Испытывает чувство вины. Прямолинейный. И сдержанный. Коротко об объекте. Объект полностью увлек своего супервайзера. Доверие предстоит научно доказать. Все указывает на полное сотрудничество. Обновление. Объект может подозревать о тестировании. Предлагаем завершить наблюдение. Если объект решит покинуть свой пост. Подверженность манипуляции. 9. Подпись супервайзера. Эк. Охренеть. Блин. Вот это вот больше интересно. 43. На 4 года она старше. Делайла А. 25 недель она здесь. Ежегодно. Надежно. Возможен алкоголизм. Наблюдательно. Харизматично. Эгоистично. Искаженное восприятие личной истории. Относящийся к делу наблюдения. Никогда не была замужем. Детей нет. Редко выходит на улицу или покидает свое местоположение. Многочисленные любовники. Несмотря на наличие долгосрочного партнера. Имя Хавьер. Подверженность манипуляции. 3. Подпись супервайзера. Эк. Вот это да. Так. Ну значит Делайла не с ними. А это уже хорошо. Генри. А что теперь делать то? О том что ты здесь был. Как бы. Ну. Покинуть территорию. Ну они спалили однозначно что я направляюсь к ним. И возможно меня сейчас где нибудь уже караулят. Твою ж медь а. Я очень не хочу чтобы меня сейчас кто нибудь здесь поджидал. Иначе это будет жесть жестяная. Чувствую себя сейчас. Опа. Ооо. Ооо. Брат. Свезло. Эм. Генри. Кажется я вижу дым к северу от озера Джонси. Это подозрительно близко к тому месту где ты находишься. Ты его видишь? Господи окей я вижу его. Что случилось с твоим это не самая лучшая идея? Это был не я. Что нам делать? Мы отнесемся к нему как к обычному пожару? Я не знаю. Понятия не имею что делать. У нас тут в лесу пожар. Единственная вещь на которую я знаю как это реагирует. И из-за всего этого дерьма я не понимаю что делать. А что насчет того кто его начал? Что с ними? С тем кто его начал? Ага. Мы говорим о людях которые за нами следили. А теперь сжигают целый лес. И все что в нем есть. И я не знаю что с этим делать. Кроме как свалить отсюда. Да. Вывези нас отсюда. Попробую. День 77. Хуууу. Блин кто-то сжег. Значит они следили. И позволили мне увидеть то что мне нужно. Иначе меня дали бы здесь по башке. И я бы вот наверное ничего не увидел. Серьезно, ты дальше печатаешь? Хуй злис, линтуаск. Кто нас слушает? Жучок, взять. Угу. Пропавший без вести Гудвин. Ага, замели, значит, следы. Новый пожар. Жучок. Приемник что-то поймал. Вроде сигнала? Он делает бип-бип? Угу. Кто это может быть? Я не знаю, ты должен выяснить. Хорошо, я уже в пути. Знаешь, что я только что поймала? Эм, нет. Бутылку текилы Мэджор Буэна из ручья. Ты пьяна? Нет, я в процессе распития. Эй, Ди, не хочу обламывать кафе, но может совсем чуточку? Это плохая идея? Генри, Генри, Генри. Что? Ты обламываешь кайф. Я подумала, я могу не спать всю ночь и беспокоиться о том, что потеряю работу из-за пожара в центре. Или я могу не беспокоиться и позволить вещам идти своим чередом. Нет же никакого доказательства, что мы там были. Мой взгляд сейчас направлен туда, куда указывает этот приемник. О, люблю, когда ты думаешь. Ай-яй-яй-яй. Я просто оставлю тебя с твоими мыслями. Последнее, что мне нужно, очередное прозрение с кроссвордом. Рация выключена. Выходим. Зачем он всякий раз с собой берет рюкзак? Ой, сейчас чувствую, что-то будет. А что я так иду, как будто хромаю? Мне кажется, нам надо идти к колесу этого. И что-то мне говорит о том, что это разметка для какого-нибудь вертолета. Дыра в кустарнике. Опа! А вот и еще один странный рюкзак. Проверить странную сумку. И ключики. От пещеры. О да, пещера. Ди, я нашел какую-то сумку с припасами. Легкое снаряжение, одежда, базовый набор. Но на ней была сигнализация. Думаю, из-за нее приемник так бесился. Ты в порядке? Это была не ловушка? Я в порядке, но здесь вязка ключей. Не знаю, почему они здесь спрятаны, но на них написано «Национальный лес Шошони, пещера 452». Это та, что в ущелье? Да, верно. Кто мог их взять? И что было в той пещере? Окей, давай подумаем. Говорит женщина с пол-литром текилы в животе. Может, они паниковали и уже хотели сбежать? Пожар их спугнул. У нас были новые рации. У нас было преимущество. Тяжело говорить о преимуществе, когда ты стоишь в темноте посреди леса. Ну, ты вернулся к себе на вышку. Может, тебе стоит выпить? Я не у своей вышки. Я смотрю на человека в твоей вышке. И это не ты? Опа. Это не я. Боже мой, иди. Я иду. Вернуться к вышке. По-моему, это не самая лучшая идея, Генри. Сейчас что-то будет, ребята. Ой, чувствую, что-то будет. Такая еще тишина, блин. Мерзопакостная. Ну, где ты там, нежданный гость? Иди сюда, мать твою. Надеюсь, топорик у Генри еще не заржавел. И где? Я никого тут не вижу. Он только что был там. Кто? Ты меня обманываешь, Делайла? Приклеенный плеер. Меня достало, что эти люди так с нами поступают. Мы должны просто сжечь это место. Трава здесь невероятно сухая. Вспыхнет за секунду. Это кассета с записью нашего разговора в центре. Судя по звуку, их записывали рядом. О, господи. Ага, и звучит так, будто мы его спалили. Это была твоя идея. Нет. Мы в жопе. Нет. Ди, не паникуй, ладно? Не паникуй. Боже мой, что за херня творится, Генри? Хо-хо-хо-хо-хо-хо. День 78-й. Вот это жопонька. Но опять же, нам нечего бояться. Ведь это не мы сожгли, по сути-то. Ну что? На этом мы с вами прервемся. Надеюсь, тебе понравилась, дорогой друг, эта серия. Впереди нас ждет интереснейший финал. Ну а пока сделаем небольшой перерыв. Подписывайся, комментируй, жди новой серии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok